МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа Диалог. Мы работаем в прямом эфире. И сегодня в центре внимания подготовка региона к празднованию Дня независимости и 75-й годовщины освобождения страны от фашистских захватчиков. Знакомьтесь с моей гостьей и присоединяйтесь к разговору. Инга Сергеевна Завгородняя, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома. В 2003 году окончила Белорусский государственный университет культуры. Трудовую деятельность начинала методистом в Гомельском областном центре народного творчества. С 2011 по 2014 год работала здесь в должности заместителя директором, заведующая отделом любительского творчества и культурно-досуговой деятельности. В 2014 году возглавила отдел культурно-просветительской работы управления культуры главного управления идеологической работы культуры и по делам молодежи Гомельского облсполкома на нынешней должности с 2017 года. Задать вопросы Инге Завгородней можно прямо сейчас, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Инга Сергеевна, добрый день. Рад видеть в студии программу «Диалог». Добрый день, Александр. Это взаимно. Сегодня в Гомеле назвали лауреатов премии «Человек-года». Буквально недавно она завершилась в ОКЦ. Все ли удалось из-за планированного? Поделитесь впечатлениями. Да, действительно. Буквально час назад завершилось торжественное мероприятие, посвященное 75-й годовщине, Дню Республики. И традиционно к этой дате, к этому празднику, приурочено вручение премии «Человек-года». То есть это и торжественное собрание по случаю Дня Независимости, и хорошая возможность назвать лучших людей региона? Именно так, Александр. Да, действительно. Номинации очень разные. В этом году их семь. Надо сказать, что у премии уже достаточно долгая история. И лауреатами данной премии были люди совершенно разных профессий, разного возраста, разного социального положения. В этом году у нас тоже такие наши передовики, можно сказать, каждый в своей сфере были отмечены такой премией. Это часто простые люди, которые своей работой как раз-таки делают вклад, в том числе, в независимость Беларуси. Возможно, потому традиционно именно в преддверии главного государственного праздника и называют лучших из лучших. Да, совершенно верно. Это такое подведение итогов своеобразное. И, конечно, в торжественной обстановке, чтобы весь регион, вся наша область познакомилась и видела своих героев. Говоря про героев этого года, кто удостоен высоких наград, это специалисты каких сфер? Это и медики, и представители таможенной службы, и работники сферы сельского хозяйства. Это очень разные люди, и абсолютно не важно, какую должность, какое место они занимают. Это герои. Это действительно герои. Мы поздравляем всех тех, кто сегодня получил высокие награды. Инга Сергеевна, еще одно яркое событие, которое, наверное, нельзя упустить из виду. Беларусь, да и весь мир, скажем прямо, жили европейскими играми. Вчера в Минске состоялась церемония закрытия европейских игр. Приятно у спортсменов Гомельщины. Отличный результат – это лучшее место среди областей, скажем прямо, по количеству наград. В вашей семье, если честно, болели за наших? И было ли время на это? Потому что я понимаю, что насыщенные недели были. Конечно, моя семья не осталась равнодушной к этому событию большому, а тем более, что непосредственно моя работа связана с организацией проведения данного мероприятия в нашем регионе. И не только, потому что наши коллективы приняли участие и в церемонии открытия, и в церемонии закрытия европейских игр в Минске на стадионе «Динамо». Это тоже большой труд подготовить детей, и взрослый коллектив у нас принимает участие. Конечно, это все переживаешь на работе, и никак нельзя, чтобы это не заметила моя семья. Болели за наших, как я понимаю. Болели, болели. Возможно, потому такой хороший результат, уж очень много сердец «за» было как раз отдано в эти недели. Безусловно, это так. Поговорим еще и о работе фан-зоны, которая в Гомеле находилась на Ледовом дворце. Огромное количество концертов, флешмобов и ярких акций за эти дни прошло в этой части областного центра. Все ли удалось? Что, как чувствуете, больше всего по душе пришлось гомельчанам и гостям областного центра? Да, действительно, работала фан-зона возле Ледового дворца. Все было очень организовано, на мой взгляд, неплохо. И спасибо погоде, хотя, конечно, такая жара, которая стояла на улице, она немножко внесла коррективы. Но, тем не менее, люди приходили, приходили со своими семьями, приходили с детьми. И, по моим наблюдениям, каждый из них находил в себе, как говорится, развлечение по душе. Ну и, конечно же, основная функция фан-зоны – это трансляция европейских игр. Прекрасная возможность для тех, кто не смог приехать в Минск на мероприятие, поболеть за своих, следить за ходом соревнований прямо, по сути, из дому. Да, и познакомиться в то же время с коллективами и с проектами, которые были организованы в нашем регионе. Вчера в Гомельской фан-зоне у Ледового дворца состоялось шоу в честь закрытия европейских игр и в честь Дня молодежи. Поделитесь впечатлениями, насколько интересно получилось. На мой взгляд, очень интересно. Я сама, естественно, была участником этого мероприятия. Конечно, людей было очень много, как я уже сказала и повторюсь. Очень разная публика, абсолютно разных возрастов, и детей было очень много. Ну, вот как говорится, крылатая фраза «хлебо и зрелищ» – это правда, да, люди приходят на какое-то мероприятие отдохнуть. Естественно, нужно, чтобы вся инфраструктура, которая обслуживает, так сказать, мероприятие, была удобной. То есть в данном случае на фан-зоне можно было и покушать, и попить, и это очень важно тем, кто приходит с детьми, и посмотреть трансляцию, и увидеть концертное представление, и различные мастер-классы. То есть это не просто развлечение, это еще и познавательная такая функция, которую несет себе фан-зона. Инга Сергеевна, мне подсказывают, есть звонок от наших зрителей, предлагаю выслушать. Здравствуйте, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Добрый день, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ольга. Ваш вопрос. Вот хотела бы задать вопрос Инги Сергеевне. Кратенько скажу, что у меня есть много иностранных друзей. Ну, среди них есть талантливые люди, там, фотографы, художники. И вот они начали у меня спрашивать недавно, можно ли организовать у нас в Гомеле их выставку. То есть, к кому нужно обратиться, как вообще это сделать. Спасибо большое. Спасибо за звонок, Инга Сергеевна. Да, спасибо за вопрос, спасибо за звонок. Это сделать элементарно. Пожалуйста, мои контакты есть на сайте Гомельского облсполкома. Вы можете созвониться со мной, мы встретимся для того, чтобы я имела представление, все-таки, да, какое направление у молодых людей, чтобы сориентировать и как-то сконтактировать с учреждением, которое, ну так скажем, больше подойдет для организации того или иного мероприятия. Поэтому, пожалуйста, мои контакты есть на сайте, звоните в любое время. В любом случае, скажем прямо, регион заинтересован в ярких, интересных проектах. Безусловно, безусловно. Что ж, ну, а далее поговорим о подготовке региона к Дню независимости, празднованию 75-й годовщины освобождения страны от фашистских захватчиков. Прямо сейчас традиционный анонс предстоящих событий новой недели. Среди событий, запланированных на 2 июля, наиболее масштабное – торжественный митинг на Аллее Героев. Митинги и церемонии возложения венков и цветов пройдут во всех регионах. Ко Дню независимости в регионе приурочено открытие значимых объектов. В их числе детский сад в Гомеле, автостанция в Петрикове и грибная база в Житковичах. 3 июля в Гомеле праздничное мероприятие, посвященное Дню независимости Республики Беларусь и 75-е годовщине освобождения Беларуси от фашистских захватчиков, начнутся в 10 часов шествием по улице Советской к площади Труда. Далее основные мероприятия продолжатся на площади Ленина. Акция «Споем гимн вместе» запланирована на 22 часа. После нее небо украсит салют. В Чечерске 3 июля состоится 10-й открытый фестиваль молодежных субкультур «Заглавная буква». В программе – байкер-шоу, стрит-арт, конкурс команд чер-лидеров, творческие соревнования. В субботу, 6 июля в Гомеле и районных центрах отметят купалье. Гости праздника смогут принять участие в спортивных состязаниях, мастер-классах по плетению веночков, узнать судьбу по предсказаниям. Крестный ход на велосипедах пройдет 6 июля в Калинковичах. Мероприятие посвящается Дню Семьи и Верности, который отмечается в День памяти святых Петра и Февронии Муромских. Колонна велолюбителей стартует от собора Казанской иконы Божьей Матери в Калинковичах. Конечным пунктом маршрута станет Юровичский Рождество Богородичное, Мужской монастырь. Итак, неделя для региона, безусловно, богатая на красочные события. Понятно, в центре внимания День независимости. И все-таки, что кроме, на ваш взгляд, обязательных посещений? Что бы рекомендовали? На рамках Дня независимости вы имеете? Вообще, на протяжении вот этой недели, если сориентировать гомельчан, жителей области... Ну, я хочу сказать, что не только областной центр богат мероприятиями. Регионы наши тоже стараются. Особенно интересно, и сейчас это очень популярно, такое направление фестивально-туристическое. Присущее в основном это направление по лесским регионам. То есть там, где есть фестивали, которые затрагивают народную культуру. Это сейчас очень модно, интересно. И на самом деле, молодежь, как ни странно, сейчас очень много внимания уделяет таким фестивалям. Поэтому все знают, что в эти выходные праздник купали. И он, безусловно, пройдет не только в областном центре, в районных центрах. И я хочу сказать, чем дальше, тем интереснее. Да, да, да. Ну, недаром же это народный языческий праздник. Поэтому, вот мне кажется, в какую глубинку не поедь на этот праздник, будет интересно. Потому что везде это все по-разному. Итак, друзья, гомельчина в предвкушении Дня независимости. О подготовке региона к торжествам. Прямо сейчас репортаж моих коллег. День независимости. Разместить в своих стенах всех малышей никак не мог. Как ожидается, новое учреждение примет около 200 воспитанников, что значительно снизит проблему с наличием мест в дошкольных учреждениях. Кроме того, здесь будет создано около 60 рабочих мест. Сад будет работать по 12 часов в сутки. Для детей созданы все условия. В каждой группе есть групповое спальное помещение, раздевалка, буфетное, туалетное. Уже завезена мебель, как учебная, так и игровая мебель. Завезена постельная принадлежность и мягкий инвентарь. Обеспечены полностью посудой, столовыми приборами. Кто-то готовится к открытию нового учреждения образования, а кто-то накануне Дня независимости наводит порядок на так называемой закрепленной территории. Для гомельского мясокомбината такой территорией является братское захоронение на Новобелецком кладбище. Для работников предприятия это уже многолетняя традиция – поддерживать здесь порядок. Говорят, что по отношению к памятным захоронениям можно судить о цивилизованности общества. На гомельском мясокомбинате с этими словами полностью соглашаются. В этом году с помощью предприятия на плиты нанесли еще около 30 фамилий красноармейцев, погибших при освобождении города. Рядовые Бачинский, Бекбулатов, Грашевский, сержант Ефимов. Беларусь помнит. Уже на республиканском субботнике мы определили для себя фронт работ, определили очень ответственных сотрудников из числа ИТР, которые пришли, выкрасили здесь ограду, навели порядок и чистоту. К 9 мая наводили порядок для того, чтобы когда люди придут возложить цветы, то уже будет чисто, красиво, нарядно, торжественно. Для гомельской пограничной группы День независимости особенный. Как и прежде, здесь никто не отменяет наряды и дежурства. Однако сегодня в обычный распорядок внесены коррективы. На Кургане Славы проводят репетиции военнослужащие, которые 3 июля будут возлагать венки к мемориалу. Процедура, кстати, совсем непростая. С какого места начинать движение и даже как держать руки непосредственно при возложении. Малейшая ошибка негативно скажется на всем ритуале. Репетиции продолжаются раз за разом, пока действия пограничников не достигают необходимой синхронности. Оркестра Гомельской пограничной группы примет участие в нескольких акциях, посвященных Дню независимости. Сегодня это, пожалуй, самый известный военный оркестр в регионе. Он был основан в 1999 году. В репертуаре – произведения зарубежных и русских композиторов, а также джаз, блюз, музыка из кинофильмов. Это действительно профессионалы, которые в составе Гомельской пограничной группы станут участниками проводимых на этой неделе праздничных мероприятий. Третьего числа военнослужащие проходят торжественным маршем. Военный оркестр Гомельской пограничной группы ведет колонну железнодорожного района города Гомеля, а руководство пограничной группы участвует совместно с руководством области и города во всех мероприятиях, посвященных Дню независимости. Это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И сегодня гость студии – первый заместитель начальника Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского обл. сполкома Инга Завгородняя. Итак, Инга Сергеевна, продолжаем комментировать материалы моих коллег. По традиции, ко Дню независимости регионы получают подарки. Начнем с Гомеля и районов. Что ожидает областной центр? Ну, безусловно, подарок областному центру – это открытие памятного знака нашим землякам, нашим героям, братьям Лизюковым. Будет торжественное открытие памятного знака с приглашенными гостями из Российской Федерации. Поэтому все должно быть очень торжественно и значимо. Что касается регионов, да. По традиции, это принципиальная политика, как понимаю, принципиальная позиция, упор и на небольшие населенные пункты, их тоже ждет обновление. Да, безусловно. В Будыкошелево после реконструкции откроется Курган Славы, знаковое место. В Житковичах планируется к открытию грибная база, а Рогачевская земля, так называемая Аллея Победы, пополнится несколькими единицами экспозиционной техники. Поэтому, да, не только областному центру внимания. А сейчас, уважаемые зрители, можно сделать пометки. 3 июля. Как выглядит праздничная программа для Гомеля? Что обязательно к посещению? Ну, безусловно, вся программа начнется с торжественного шествия, красочного, по центральной улице города, по улице Советской. Затем торжественно пройдет возложение венков и цветов к памятнику на площади труда. И что примечательно, в этом году... Есть какие-то концептуальные отличия? Безусловно, поскольку юбилейная дата, все очень масштабно. Все мероприятия знаковые, главные, пройдут на площади Ленина, в центре города. Поэтому и торжественное открытие праздника, и концертные программы все состоятся на главной площади. Задача вместить больше людей, именно поэтому перенесли главную площадку? Я думаю, да, потому что юбилейная дата всегда, так скажем, более значима. Соответственно, по продолжительности времени и насыщении мероприятий программа более обширная. И, безусловно, захотят прийти все горожане и гости нашей области посмотреть на эти мероприятия. Какие-то секреты сегодня раскроете в преддверии праздника? Или все-таки просто скажете, приходите, будет интересно? Ну, секреты не раскрою. Скажу только, что обязательно это будут и концертные программы с участием приглашенных артистов. Немножко приоткрою завесу тайны. Но уже не тайны, а фиши висят по городу. С праздником нас поздравит наш земляк Серега в рамках проекта, который привозят нам наши партнеры, Правда, радио, с симфоническим оркестром имени Василевского Гомельской областной филармонии. Они выступят на площади Ленина. Интересный формат, да? Очень. Минфонический оркестр. Да, был подобный проект уже. И я хочу сказать, что очень был интересен молодежи в особенности. Поэтому вот решили мы повторить, подарить такой сюрприз. И наш партнер Волком А1 также привозит нам интересный проект. Классика под открытым небом. Этому проекту уже пять лет. И именно в этом году, приурочено к 75-летию освобождения Дню Республики, в каждом областном центре пройдет подобный проект. И к нам в область приедут музыканты театра оперы и балета Беларуси. Поэтому... Это все-таки речь про областной центр. Понятно, здесь всегда культурная жизнь кипит и бурлит. А что по поводу небольших населенных пунктов? Могу сказать, что в каждом населенном пункте, в районном центре, естественно, в особенности пройдут праздничные мероприятия с утра и до позднего вечера. Завершатся, конечно же, акции «Споем гимн вместе». Хочу сказать, что и регионы наши также приглашают к себе звезд белорусской эстрады. То есть зритель становится уже такой немножко избалованный, избирательный. И поэтому, конечно, сотрудникам, работникам всех сфер приходится чем-то удивлять. Поэтому многое интересное. Праздник будет для всех? Абсолютно. Вот в тему культурной программы еще вопрос, который поступил на инфолинию Вайбер. Можно ли чаще проводить в Гомеле рок-концерты под открытым небом? Такие, как недавно в Корчме Марина Гомель. Ну, вы знаете, да, безусловно, но... В Корчме, я так понимаю, под Гомелем. Да, это Корчма Загородная. У меня был такой проект «Опенэр». Все, естественно, возможно. Но я хочу сказать, что самое главное при проведении культурно-массового мероприятия. Вот, наверное, ответят побольше артистов, каких-то, может быть, развлекательных моментов. Самое главное – это безопасность. И когда часто в одном месте, ни в одном скапливается большое, так скажем, много людей, безусловно, это требует очень таких... Вообще фестиваль – вещь затратная. Поэтому, наверное, и так программа нашего региона, в принципе, на мой взгляд, достаточно насыщенная. Но без таких мероприятий, конечно, не обойдется. Поэтому будем продолжать в том же духе. Говоря про программу «Дня независимости», вы уже упомянули проект «Споем гимн вместе». Как и обычно, ярко и масштабно, уверен, будет и в этом году именно так. Насколько проект полюбился жителям региона? Вы не первый год участвуете в акции. Масштабно действительно? Ну, безусловно. Те, кто бывают и на площадке у Ледового дворца, тем более уж на площади Ленина, юбилейная дата все-таки, вы видите, сколько людей приходят и присоединяются к этой акции. Вы видите, вот у вас сюжет сейчас. Все достаточно масштабно. А вот атмосфера какая царит? Атмосфера гордости. Это стоит того, собраться поздно вечером, чтобы вместе исполнить гимн страны? Это, знаете, как рассказывать о работе фан-зоны. Рассказывать можно как угодно, и сколько угодно, и что угодно можно говорить. Но когда ты окунаешься в эту атмосферу, когда присутствуешь на этом мероприятии, непередаваемо. Стоит. Стоит подчеркнуть еще и важный момент. В этом году проект пройдет на площади Ленина. Не на Ледовом дворце. Возможно, тоже потому, чтобы вместить большее количество желающих. Да, конечно. Для того, чтобы вместить большее количество желающих. И хочу сказать, что после акции «Споем гимн вместе» у нас запланировано продолжение мероприятий, концертных программ. В этом году, мы уже говорили с вами, Беларусь отмечает серьезную юбилейную дату, 75 лет освобождения страны от фашистских захватчиков. Отмечать планируемо и уже начали отмечать масштабно. Думаю, что по-другому и быть не может, несмотря на десятилетия память поколений. Жива, по сути, в каждой белорусской семье. Вы знаете, жива и, конечно же, коснулась. Вот сегодня в нашем концерте был номер, который исполняли дети. Номер посвящен, получается, они 10-7-летние прадедам, прапрадедам. И был собран такой достаточно интересный материал. Это реальные люди, историю которых знают их правнуки. Номер просто. Вот атмосфера в зале, конечно, захватила. То есть настолько проникает это в сердце, наверное, каждого. И не оставляет равнодушного никого. Вообще, я смотрю, в последнее время люди стали охотно делиться историями все больше и больше. Охотно стали делиться историями своих семей, своих выдающихся предков-героев. А вот в вашей семье есть такие примеры, на которых можно воспитывать и детей? Да, Александр, безусловно, вы уже, как правильно сказали, нет семьи, которую не коснулось. Вот мою семью тоже не коснулось. Мой прадед прошел войну 1941 по 1944 год, был ранен и переведен в Прикарпатье. Его родной брат также воевал, и он похоронен в братской могиле в городе Брянске. Старший сын моего прадеда ушел на войну на фронт добровольцем в 17 лет. В 18 лет лишился ноги, но это не помешало ему создать семью и даже занимать ответственную должность в том городе, в котором он проживает. Моего деда не коснулась война, но он тоже свою судьбу связал с армией. Он служил у меня летчиком, стратегического межконтинентального бомбардировщика, поэтому, ну вот, как бы, наверное, все-таки... Это действительно здорово, пока память поколений жива. Инга Сергеевна, есть еще один звонок, предлагаю выслушать. Добрый день, вы в эфире. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Наталья. Ваш вопрос. У меня вопрос в гости программы. Инга Сергеевна, скажите, пожалуйста, в Ветховском районе, недалеко от старинной усадьбы в деревне Хач, находится наша дача. Очень интересно, какова дальнейшая судьба этой усадьбы и вообще интересен ли этот объект для инвесторов. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо за ваш вопрос. Да, действительно, эта усадьба сейчас под пристальным вниманием. Ее ждет реконструкция, к счастью. Над этим мы сейчас работаем. Уже разработан проект. То есть постепенно будем приводить данную усадьбу в порядок. Что касается инвесторов, ну, вы знаете, мы как-то вот не ищем пока туда инвесторов. Пока инвестируем сами. Думаю, что этот объект будет интересен прежде всего туристам. Спасибо за ответ. Ну что ж, а прямо сейчас развернем разговор немножко в другое русло. Какие проекты предлагаете вы реализовать в культурной сфере Гомеля в ближайшее время? Именно с таким вопросом мои коллеги вышли на улицы областного центра. Прямо сейчас традиционная рубрика «Есть мнение». Буквально через несколько минут вернемся в студию и продолжим. Больше каких-то молодежных предприятий, выступлений различных артистов. Я считаю, что у нас в Гомеле надо развивать гастрофестивали, потому что у нас очень отсталая кухня в стране, ну, в городе. Поэтому, чтобы были концерты, гастрофестивали, есть совмещение этих видов. Если на какой-нибудь большой и классной сцене, то можно было сделать что-нибудь типа вроде бы славянского базара. Добавить какие-то такие, для детей больше, культурно-массах. Им это интересно, и родителям будет интересно сводить на всяческие мероприятия, которые связаны с развитием детей. Ну, в принципе, концертов, наверное, можно побольше. Каких-нибудь групп, каких-нибудь молодежных, чтобы выступали даже на той же самой площади Ленина периодически. Ну, вот, как бы это можно. Концертов бы не хватает, мне кажется. Таких вот более молодежных, как бы, ну, в такой вот сфере, я имею в виду. Вот как на Льдовом дворце, вот иногда проходит День города, вот таких вот, как бы более развлекательных. Зарпарков, наверное. Ну, возможно, да, каких-то выставок в плане, может, каких-то там зверей, я не знаю, тоже вот этого вот не хватает. Интересно было бы даже с детьми прийти, посмотреть как бы на это вот. Я считаю, что нужно добавить больше праздников общественных, чтобы сплачивать наш народ, чтобы он был ближе друг к другу. Нужно агитировать людей к дружбе друг с другом и к уважению и труда и любви друг друга. Я напомню, это программа «Диалог». Мы работаем в прямом эфире. И сегодня гость студии, первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского обл. сполкома Инга Завгородняя. Инга Сергеевна, как мнение гомельчан? Ну, справедливо. Со многими я соглашусь. Но я хочу заметить, Александр, что интервью брали летом. Конечно, летом люди думают о досуге на улице. Безусловно, это так. Но я как организатор могу вам сказать, что проведение мероприятия на улице сопряжено с рядом таких достаточно серьезных моментов, в том числе и погодные условия. Иногда, проводя мероприятия на улице, когда идет дождь, соответственно, зрителя нет. Ну, люди наши, да, хотят сидеть дома в комфортных условиях, смотреть телевизор. Как угадаешь? Хотя нельзя не сказать, что мероприятий на улице мало. Их, мне кажется, только за последние несколько лет становится явно больше. Ну, мы, честно говоря, развиваемся по этому пути. Россия недаром отметила сезонность. У нас сейчас прекрасная набережная на территории Дворцово-паркового ансамбля. Мы ее развиваем. И, соответственно, будем приглашать туда музыкантов, дабы создать такую вот атмосферу. Европейскую. Да, да, да. Вот здесь было правильно озвучено гастрофестом. У нас был такой опыт проведения. Он действительно пользуется спросом. Будем в таком же направлении продолжать работать. Как вам идея, девушки, по поводу Второго Славянского базара? Вообще, нужен ли региону еще один настолько крупный фестиваль? Это даже не республиканский масштаб. Вы знаете, любой фестиваль – это всегда не только красочное зрелище на сцене. Это инфраструктура. Безопасность, о которой вы говорили. Безусловно, да. Это, безусловно, комфорт для приезжих. То есть очень много факторов, которые необходимы для проведения фестиваля. Сожский хоровод – достаточно международный фестиваль. У нас проходит раз в три года. И я считаю, что такой масштабный фестиваль, конечно, он предполагает таких очень больших и финансовых вложений, и подготовки. И это понятно. Это и имиджевые мероприятия, и настоящий праздник и для гамильчан, и для гостей. Надо понимать, что это действительно финансовое затратное мероприятие. Какие еще фестивали наши, местные, по-настоящему востребованы? Вот я смотрю, насколько интересная концепция фестиваля «Зовполесье». Да. Вот о региональных давайте. Вы уже говорили в начале программы. Чем дальше в районе, тем интереснее. Да, тем интереснее. Здесь абсолютно тоже это действует. Но я хочу отметить, что «Зовполесье» – международный фестиваль. Да, он проводится в регионе, но ведь цель этого фестиваля – показать этнокультурные традиции. Поэтому где можно на асфальте – это будет уже несколько другая картина. Поэтому, конечно, свой определенный антураж необходим для проведения такого фестиваля. Планируем мы и проведение в этом году фестиваля народного юмора «Втюки» республиканский. Тоже он проводится традиционно, да, на базе Калинковичского района. И, безусловно, он тоже требует достаточно серьезных сил и финансовых, и творческих, организаторских. Это действительно разное направление – этнокультурная традиция, и юмор, народный юмор, чем интересно. Вот было еще мнение по поводу семейных праздников в Гомеле и районах. Что в этом направлении делается? – Хочу сказать, что не только в области, но и в республике есть такой фестиваль семейного творчества, в котором принимают участие абсолютно все регионы. И для, так скажем, формирования творческого коллектива, творческой делегации на этот фестиваль мы проводим у себя такие вот местные, в районах и даже в областном центре несколько раз пробовали проводить. Причем данный фестиваль затрагивает абсолютно все направления. Это и декоративно-прикладное творчество, и вокальное искусство, и инструментальное, кто на что гораст. Даже проводили однажды выставку хобби, вплоть до того, что кто-то очень здорово солит грибы, и больше так не делает никто. – Самое главное, что такие проекты еще в очередной раз могут сплотить семьи, ну и поднять людей с диванов, что важно. – Ну да, я хочу сказать, что интерес к этому фестивалю велик в районных центрах тоже. – Инга Сергеевна, не так много времени остается в эфире. Хочу спросить про гастрольный график, гастрольный план на год. Насколько насыщен он? Пока поговорим о зарубежных исполнителях, которых, конечно, ждем. – Ну, если говорить о ближайшей перспективе, 3 июля на стадионе «Центральный», наверное, всем уже известно. Кто не знает, будет интересно выступить с концертом заслуженный артист России Валерий Сюткин. И если посмотреть гастрольную афишу нашего региона, она достаточно насыщена. И это все благодаря тому, что в городе Гомеле достаточное количество комфортных и технически оснащенных зрительных залов. Это и общественно-культурный центр, и дворец культуры железнодорожников. То есть площадка позволяет. – И площадка позволяет, а потому артисты едут. И зрители идут. Это ведь тоже немаловажно. Концерты не бесплатные. – Безусловно. Но я хочу отметить, что все-таки лето – это отпускная пора. То есть есть немножко пауза такая. – И это нормально. – В гастрольном графике. Так живет весь мир, конечно. И уже с осени мы начнем активно готовиться к приему гостей. Чаще, конечно, это Россия. – А вот интересно ваше мнение на этот счет. А насколько активны наши местные исполнители? – Вы имеете в виду Гомельского региона? – Гомельского региона, да. – Ну, я хочу сказать, что… – Проявляют себя, идут на местного исполнителя. Понятно, что на российского раскрученного исполнителя пойдут. – На звезду. – Но все-таки более охотно, да? И это зачастую технологии, мы понимаем с вами, да? И огромные деньги и силы годами вложенные. А что касается наших местных? Площадками мы их не обижаем? – Площадками мы их не обижаем. Я хочу сказать, очень много удачных проектов. И есть такой конкурс «Ожский шлягер», который выявляет как раз-таки местные коллективы, очень интересные по своим направлениям работы. Я хочу сказать, в этом году, когда проводили весну в Гомеле, в рамках экономического форума, вот торгово-промышленная палата организовала концерт кавер-бендов на площадке у «Динамо». Это было очень здорово. Я хочу сказать, два дня коллективы работали с полноценными программами. Зритель охотно приходил, абсолютно с удовольствием, как говорится, аплодировал. Поэтому… Вы уже сказали, что лето по большей части все-таки затишь и отпускная пора. И все-таки что посоветуете тем, кто остался в Гомеле, в отпускную эту пору, в Беларуси? Что стоит посмотреть и в регионе, и в масштабах Беларуси? Ну, в Беларуси, как понимаю, все едем на Славянский базар. Славянский базар, в Витебске традиционен. Ежегодный международный праздник «Александрия собирает друзей», и наши коллективы там охотно участвуют. Тоже совсем скоро? Да, это в эти выходные уже состоится на Луговине в городке «Александрия». Очень такой массовый большой праздник. Будем готовиться. Вот уже в начале сентября будут наши «Автюки», фестиваль народного юмора. Тоже потихоньку. Два дня, если не ошибаюсь. Два дня, да, традиционно. Калинковический район. Совершенно верно, да. И хочу сказать, что особенно активно работают наши учреждения культуры летом с детской аудиторией, поскольку каникулярная пора, безусловно, и библиотечная система, и клубная система, и музейная система. Все, скажем так, корректируем на зрителя, который остался в Гомеле, чтобы занять досуг и разнообразить, так скажем, лето. И вернемся к тому, с чего начинали, к Дню независимости, празднику, который вот-вот состоится в Беларуси, 3 июля. Инка Сергеевна, что бы в преддверии главного государственного праздника страны пожелали и нашим зрителям, и всем гомельчанам? С удовольствием. Пожелаю самые лучшие и добрые, хочу сказать, слова, конечно же, мира над головой, мирного неба над головой, здоровья близким, чтобы все мечты сбывались, чтобы интересно было жить. Для того, чтобы интересно было жить, нужно быть оптимистом. Поэтому всем хочу пожелать, любите своих родных и близких, и будьте всегда счастливы, открыты людям. Спасибо, Инга Сергеевна, в первую очередь, за этот интересный разговор. Друзья, я же напомню, что сегодня гостей программы «Диалог» была первозаместитель начальника Главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского обл. сполкома Инга Завгородняя. Спасибо за внимание, успехов в делах и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok